руслан я хочу чтоб вы еще поняли одну простую вещь то есть что после чего происходит потому что вот я написал вам видео потом подумал смотрите я вам кое-что покажу то есть ничего из ничего не берется ничего из путаницы не берется вот смотрите давайте пойдем таким образом я вам покажу кое-какой код так секунду откроем код то есть когда у человека начал легко получаться программы на классах это само собой не происходит посмотрел на этот файл я вижу почему он понимает вот по этой строке кода если мы обратим внимание на строку кода то мы видим что здесь используется переменная и здесь используется второй метод готов да которым кстати есть проверка иными словами видно что человек понимает как работает атрибуты я вам объясню такую фразу что работа с классами это есть работа с атрибутами но это не наступает само собой то есть человек шел к этому целенаправленно если мы посмотрим предыдущий пример то сначала он дошел до того момента когда вот то что я показывал в первом видео да мы разобрались со всеми функциональными объектами то потом только у него начало понимание то есть что за передо мной за объект именно так мы работаем вот здесь например написано атрибут экземпляра name ссылаясь на значение входящего аргумента обратите внимание что стоило этому человеку разобраться с атрибутами вот здесь на слове значи значение это атрибуты ссылка ссылается то есть тут мы рылись в чем все плюс плюс потому что там корни растут то есть за этими простыми словами стоит ворох работы ворох целенаправленный пошаговой и самое главное правильный что значит правильный есть определенный порядок смысл нам изучать ссылку когда мы не понимаем что такое параметр есть порядок до этого до этого этот парень что сделал до этого он разобрался я вам задом наперед показываю до этого он разобрался с чем то есть в обратном порядке вот смотрите опять тот файл он вам хоть чуть-чуть да знаком тут не имеет значения джанг или другая библиотека код везде одинаковый логика только человеческая до выписывается до этого он разобрался с объектами первого класса в данном случае я же сказал если посмотреть этот код это самая часто используемая конструкция это объект первого класса то есть из этого он сделал вывод что как работать с объектами первого класса кстати вот здесь изучая объекты первого класса вы в карман положите java script вообще на этом только построим до этого до этого как я показывал мы изучали конструкции мы долго и упорно изучали сначала параметры потом сравнивали разницу между функцией класса методом искали общее это все заняло примерно 5 7 месяцев я сейчас точно не скажу 5 или 7 просто при этом вот этот человек он писал что у меня вообще были сомнения сегодня на сегодня он прекрасно читает документацию прекрасно работает с исходным кодом и уже я говорю что пора бы писать более сложные вещи но вопрос в том что вот здесь здесь в данном случае очень хорошо видно что вот как один человек когда вы пишете в тетради сочинения да вот то же самое сейчас делает этот парень то есть он легко себе спрогнозировал и записывает код как пишет русской ручкой сочинения только пишет это на языке это действительно реально это действительно происходит то есть я вам записал такое короткое видео что показать задом наперёд что пройти пришлось очень много поэтому просто это надо собраться духом принять решение и выполнять каждое задание выполнять каждое задание все пропускать через себя и выводы должны быть все от вас и я делаю именно так чтобы через ваши мысли проходило все все проходило только через ваши мысли тогда рождается то что называется простым кодом вы просто пишите как обычное сочинение ручкой то же самое не задумывать пишите на языке программирования при этом язык перестает иметь значение я думаю что вы немножко поняли да то есть запомните руслан ничего из ничего не будет если вы открыли и изучаете там подряд нет я вам сказал что есть простой способ разделить это на 4 конструкции но при этом вы эти 4 конструкции должны знать от и до а потом не забывайте что есть еще законы программирования как объекты первого класса функции высшего порядка все что я перечислил вот почему все это реально на самом деле 10 пальцев на руках много много потому что изучить надо 4 конструкции это 4 в мире изучить надо пару законов объекты первого класса но это надо изучить таким образом чтобы оно слилось в единую картину было бы вообще если честно сказать очень интересно большинство людей изучает типы как приходят ко мне да ребята говорят дошли до функции и все так функция это и есть действие пока мы не объединим голове в четкую картину из чего состоит язык ничего не произойдет но я вам показал на в этом видео что задом наперед как я сказал что для того чтобы вот к этому прийти сколько всего было вот этих мелких шажков но самое главное что это реально и запомните не надо 10 пальцев на руках много в языке надо изучить намного меньше вещей но язык для вас должен быть целостным целостным 4 конструкции и язык в кармане и это трудно трудно не потому что это надо думать а потому что изучение языка это не изучение сложных вещей это умение увидеть простые вещи которые на поверхности их очень трудно увидеть но вопрос в том что вы их увидите если будете не отступать и делать потому что я каждый раз буду задавать вопрос 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 и в конце концов произойдет что да наконец то понял писать будете м